Добрый день, уважаемые пациенты! Поговорим сегодня о дистрессе, о том, что это такое и как его у себя диагностировать. Дело в том, что, как правило, обращение к психологу инициируется лечащим врачом. И сами пациенты не всегда могут отметить момент, когда необходимо обратиться за квалифицированной помощью. Это связано с тем, что такая вещь, как прирост утомления, является постепенным процессом. И не всегда у пациента есть возможность отметить точку отчета наступления дистресса, то есть истощения своих сил. Чем же дистресс отличается от обычного стресса? В Гансом Селье было выделено несколько форм стресса. То есть фактически это две формы. Это эустресс, когда наступает момент активизации организма. Когда мы выполняем какую-либо деятельность, это состояние эустресса. То есть фактически стресс постоянно сопутствует любой нашей деятельности. И отсутствие стресса означает фактически смерть. Дистресс – это уже третья стадия стресса, а именно это стадия истощения. И вот как определить у себя вероятность того, что эта стадия истощения у вас уже наступила? Можно это сделать двумя способами. Например, исследуя функциональное состояние нервной системы. Чуть позже я расскажу, как именно это можно будет сделать. И оценивая свои поведенческие реакции или копинг-стратегии. Начнем, наверное, с наличия парабиоза. То есть парабиоз – это как раз и есть момент наступления дистресса. Парабиоз представляет собой охранительное торможение. То есть первый этап – это адаптивное состояние. Второй этап – это уравнительная фаза парабиоза. И третий этап – парадоксальная фаза парабиоза. Четвертая стадия у человека не наблюдается. У человека это, как правило, уже смерть. Некоторые животные могут впадать в состояние анабиоза. Такие животные, как летучие мыши, например. Так, это чуть позже. Значит, оценка физиологического состояния нервной системы. То есть партнонфункционального состояния нервной системы. Дело в том, что при поступлении какой-либо информации, то есть какого-либо сигнала в нервную систему, мозг оценивает этот сигнал, либо немного его увеличивая, либо, напротив, его уменьшая, в зависимости от интенсивности самого сигнала. То есть если сигнал поступает слабый, то мозг автоматически его слегка увеличивает. Все равно, что вы, допустим, на фотоаппарате будете увеличивать, на телефоне будете увеличивать картинку для того, чтобы лучше ее рассмотреть. И поэтому требуется именно небольшое увеличение. Что мозг за счет своих средств энергетических и производит. Что касается сигналов, поступающих с высокой интенсивностью, то для того, чтобы понять смысл этого сигнала, требуется его несколько уменьшить. То есть, например, если вы слышите очень громкий звук, вы, допустим, случайно включили телевизор, и слышите очень громкий звук, и вы не всегда можете сразу разобрать, что именно говорят. Именно потому что привлекает внимание сама громкость, и, соответственно, ее надо уменьшить. Этим, кстати говоря, пользуются некоторые рекламные кампании. То есть увеличение звука во время рекламы – это как раз момент вхождения информации в мозг безоценочно. Пожалуйста, начертите две линии. Одну линию 2 см и другую линию 6 см. Ну, если уже начертили, я буду следить за своими коллегами и наблюдать, сколько времени требуется для того, чтобы это сделать. Теперь, пожалуйста, обратитесь к линии, которая в 2 см, и проведите по ней от края до края 5 раз с открытыми глазами. Это нужно для того, чтобы ваша рука запомнила эту длину. Проведите, пожалуйста, 5 раз, Антон Андреевич, спасибо. Я уже закрыты была. Теперь закройте, пожалуйста, глаза и нарисуйте 5 таких же линий. Так, то же самое сделайте, пожалуйста, с линией в 6 см. То есть сначала 5 раз мы обводим от края до края линию 6 см, для того, чтобы ваша рука привыкла к этому размеру. А затем закрываете глаза и нарисуете 5 таких же линий, такой же длины. То есть в данном случае мы берем 2 стимула, 2 сигнала, как я говорила. Один из них будет слабый, то есть это 2 см. И второй сигнал будет сильный, это сигнал в 6 см. И, соответственно, если у Антона Андреевича уравновешенный тип нервной системы, то, по идее, линии, которые длиною в 2 см, должны оказаться чуть больше эталона. А линии, которые 6 см, должны оказаться чуть менее эталона. Вот если у вас, уважаемые пациенты, получилась именно такая ситуация, то тогда вы можете считать свою нервную систему уравновешенной. Надо сказать ради справедливости, что это довольно редкий случай. И люди с уравновешенной нервной системой встречаются гораздо реже, чем люди даже с парабиозом. Если у вас все линии, которые 2 см и 6 см, меньше эталона, то значит ваш мозг в большей степени специализируется на уменьшении поступающего сигнала. То есть даже можно предположить, что линия в 2 см все равно является слишком сильным сигналом для вашей нервной системы. И для того, чтобы правильно оценить ситуацию, ваша нервная система несколько преуменьшает, в том числе и линии 2 см. Это связано с тем, что... То есть это можно трактовать, в частности, как то, что вам свойственен несколько повышенный уровень тревоги, склонность к уединению, к уменьшению перцепции, к уменьшению внешнего воздействия. Если большинство линий и по 2, и по 6 см длиннее эталона, то это означает, что в нервной системе присутствует некоторый избыток возбуждения. И нельзя сказать, что и торможение, и возбуждение, преобладание того или другого процесса является чем-то из ряда вон выходящим. То есть здесь речь идет уже о том, как темперамент преломляется в особенностях характера. И в данном случае при преобладании возбуждения вам будет свойственна социальная активность и, возможно, даже в какой-то степени лидерство. Если большинство линий равно эталону 2 см или 6 см, то это уже как раз ситуация наступления дистресса. Это уравнительная фаза парабиоза. То есть когда мозг с трудом выделяет внешний сигнал и никак на него фактически не реагирует. Внешне это будет проявляться как то, что и слабые, и сильные стимулы мозгом будут игнорироваться. А если большинство линий и столбика в 2 см короче, а большинство линий и столбика 6 см длиннее, то тогда это уже парадоксальная фаза парабиоза. То есть когда нервная система начинает работать в обратном порядке. То есть преуменьшать слабый сигнал и преувеличивать сильный сигнал. Внешне это может выглядеть как действие ребенка, например, который перед сном в вечернее время никак не может уснуть. Впрочем, то же самое может быть и у пациентов с инсомнией. То есть получается, что на слабый сигнал идет слишком сильная реакция, а на сильный сигнал идет слишком слабая реакция. Таким образом, если вы обнаружили у себя парадоксальную либо уравнительную фазу парабиоза, то я рекомендую вам обратиться за помощью к специалисту. И возможно, имеет смысл начать именно с клинического психолога. Дальше мы перейдем к методу построения ментальной карты. Дело в том, что дистресс проявляется не только в нервной системе, то есть в физиологии и функциях нервной системы. Он проявляется также в поведенческих реакциях и, в частности, в копинг-стратегиях. Копинг-стратегии – это стратегии совладания со стрессовой ситуацией. Как правило, их выделяют основные три копинг-стратегии. Первая – это избегание. Вторая – это стремление к разрешению проблемы. И третья – это поиск социальной поддержки. Если вы пройдете тест, то вы сможете обнаружить количество копинг-стратегий у себя. И дело в том, что тест этот проективный, а значит, не будет четкого понимания того, что является копинг-стратегией социальной поддержки, например, или стремление к разрешению конфликтной ситуации. Но, по крайней мере, этот метод вы можете применить у себя самостоятельно и по его результатам понять, действительно ли у вас достаточно копинг-стратегий. Значит, метод сам по себе очень прост. Берется лист бумаги, на котором вы изображаете в центре себя и вокруг себя стрелочками обозначаете то, что вы относите к своей личности, к своей жизни, к своим интересам, к своим планам на будущее. Словом, абсолютно все, что вы можете отнести к самому себе. И в зависимости от того, какие результаты у вас в итоге получатся, мы сможем оценить достаточность, либо недостаточность копинг-стратегий. Дело в том, что этот метод занимает какое-то определенное время, поэтому я сначала расскажу о том, что вы можете получить в результате. То есть мы не будем ждать, пока Антон Андреевич дорисует все сферы своей жизни. Так, вот обратите, пожалуйста, внимание. Примерно вот такая картинка может у вас получиться. Дело в том, что обозначения все следует делать исключительно символами. То есть нельзя писать, да, то есть не должно быть никаких слов в этом тесте вообще. Вот в данном случае большое разнообразие полученных результатов говорит о том, что о достаточности копинг-стратегий. То есть есть всевозможные сферы жизни, на которые пациент может обратить внимание. Кстати, те картинки, которые я вам показываю, это картинки пациентов, которые проходили у меня консультации. Так что это все реально, и у пациентов с онкологическим заболеванием тоже может быть достаточное количество копинг-стратегий. Вот здесь еще один вариант, там, где вот не стрелочками указано, да, в центре изображен пациент, а вокруг то, что для пациента важно. А здесь надо заметить, что многие символы изображенные дублируют друг друга. То есть большое количество, например, человечков, все это можно обозначить одним-единственным символом семья. То есть, соответственно, повторяющиеся копинг-стратегии мы можем считать только за одну. Ну и в данном случае на этом рисунке изображено недостаточное количество копинг-стратегий. И в таком случае рекомендуется пациенту обратиться за психологической помощью. А вот иной вариант, да, то есть здесь у нас как раз, так же, как и в первом случае, достаточность копинг-стратегий. То есть здесь изображены совершенно различные варианты и загородный дом, и городской дом, и семья. И в то же время есть склонность к искусству и желание посещения мест служения культу. Вот здесь рисунок, может быть, не очень хорошо пропечатался, но тоже изображено большое количество вариантов копинг-стратегий. То есть если у вас аналогичный вариант рисунка получился, то тоже, в общем-то, если нет какой-то конкретной проблемы, которую вы хотели бы обсудить с клиническим психологом, то можно сказать, что у вас в целом все в порядке. И вот заключительный рисунок, рисунок как раз, который показывает практически полное отсутствие копинг-стратегий. То есть здесь не только символы изображены, да, но в конце концов и символ вот дома, и возвращение домой, он даже зачеркнут. То есть фактически остается только две копинг-стратегии, которые, по сути своей, являются идентичными. И можем мы тогда сказать, что копинг-стратегия только одна. Ну и в данном случае это регрессия. Соответственно, вот при таком рисунке, если у вас получается что-то аналогичное, следует обратиться за помощью к психотерапевту либо к клиническому психологу. Вот. Благодарю вас за внимание.